Друзья, мы продолжаем программу «Неспящие». Здорово, что вы все еще с нами. Я вам с радостью представляю нашего гостя. Это театральный импресарио Федор Елютин. Дело в том, что 27 и 28 апреля в Петербурге показы интерактивного опыта, как Федор называет это, он называется «Твоя игра». Это не очень понятно что, мы об этом обязательно сейчас поговорим. Вообще Федор занимается адаптациями современного европейского экспериментального театра для российского зрителя. Более того, один из проектов, который Федор в свое время привез в Москву, в этом году будет показан на Авеньонском театральном фестивале. Ну, в общем, к чему я это? К тому, что Федор занимается, правда, очень актуальными вещами, и об этом мы побеседуем. Сейчас, Федор, доброй ночи. Доброй ночи. Спасибо большое, что вы нашли для нас время. Что такое «Твоя игра»? Давайте с этого начнем. Я говорю, что это опыт, вы называете это словом «экспириенс». Прямой калька, соответственно, это опыт. Как это выглядит вообще? Ну, вообще, часто очень говорят то, чем мы занимаемся, что это не театр. Ремоут Москва, спектакль в наушниках, который начинается на кладбище, это не театр. Спектакль в стиле казино, шоу о деньгах, ложь, где люди сидят за столиками в казино, это не театр. Что спектакль, когда мы сажаем людей на кресле каталки, что это не театр. Интерактивный опыт для одного зрителя, твоя игра, это тоже все не театр. Мы называем это опытом. На сайте мы это обозначили как «экспириенс». То есть мы говорим, что мы не даем гарантии, что вам это понравится. Мы не даем гарантии, что вам это не понравится. Мы говорим, что в любом случае это будет новый опыт. То есть для меня это театр. Естественно, есть театральная команда, есть режиссер, есть художник, есть сценарист, есть зритель. В целом, все похоже, все так и есть. Кто-то должен заниматься вот таким необычным другим театром. И я очень рад, что мы это делаем с нашей командой, и что про нас говорят, что это какие-то странные, необычные вещи. То есть если так говорят, для меня наша миссия и функция исполняется. Безусловно так. Хотя вы наверняка помните «Римени протокол», если мы говорим о проекте «Ремоут», «Ремоут-Х», дальше выбирается город «Ремоут-Петербург». Вы помните «Ремени протокол» делал этот спектакль, такой опыт был в Петербурге на базе Большого драматического театра. В Москве после Петербурга он появился, и Федор как раз его там и показал. После Питера он приехал в Москву. То есть твоя игра, все-таки возвращаясь к этому опыту, нет артистов? Нет. Окей, я расскажу в двух словах. На самом деле это тот спектакль, про который в целом ничего рассказывать нельзя. Потому что как только я расскажу, в чем там прием, и он там есть, то вам сразу будет неинтересно. То есть изначально мы привезли в Москву, это было три года назад. Я увидел это на фестивале в Эдимбурге, на Фринже. Тоже просто воля случая проходил мимо театр, спросил, есть что-то у вас необычное? Они говорят, вот красная комната, сходите. Я говорю, окей, сходил, у меня просто улетела голова. Мне было невероятно интересно посмотреть на себя. Спектакль, в целом, если в двух словах, он дает возможность нам, вам, посмотреть на себя со стороны. За полчаса при помощи всяких устройств спектакль покажет нам, кто вы как человек. То есть предположим, если вы человек позитивный, у вас, не знаю, там хорошее настроение, и в целом вы как-то мыслите позитивно, спектакль вам это и покажет. Что вы, Александр, замечательный человек. Вот я вижу, вы любите заниматься спортом, вы спортивный парень, да? Это вот так. Я не буду говорить, что это плохо или хорошо. Спектакль работает как зеркало. То есть зеркало, оно безоценно показывает, что у вас на лбу прыщ. Человек, когда мы говорим, сообщаем об этом. И поэтому пенять на зеркало бессмысленно. Бессмысленно. Мы говорим, у вас прыщ на лбу. Пару есть вариантов развития событий. Вы говорите, прыщ, да мне это идет, это супер. Вы бежите к доктору. Вы падаете в депрессию. Вы начинаете проверять свой кишечник. Я не знаю, кто что. Но наша задача просто, ну, конечно, не только про вас проще рассказать, а в целом дать вам очень быстро, очень порой поверхностно, но иногда эта информация настолько сильно попадает в человека, что происходят какие-то необратимые процессы. Что его жизнь меняется? Ну, я не буду говорить эти громкие слова, я рад, что сказали их вы. Но в целом, да. Я видел много людей, которых просто, ну, люди меняли работу, люди меняли локацию проживания. Ну, будем честными, так происходит не только... Так работает театр. Любой. Не любой. Ну, почти любой. Но так он должен работать. Искусство должно менять человека в конечном итоге. И просмотр кинофильма тоже может так поменять человека. Согласен. Не всякого, конечно, это понятно, что везде есть свои допущения. Ну, вообще, вот, мне кажется, многие, если вообще понимают, как устроен театр, или стараются понять эту природу, то пытаются найти в театре тот самый катарсис, про который все говорят, и в целом катарсис... Многие его не видели, да? Многие его не испытывали, никогда им не удастся этого испытать, потому что катарсис, по сути, если брать это определение, его этимологию, это, значит, очищение через страдания. То есть мы когда что-то... И что это такое? То есть происходит такое невероятное эмоциональное событие с тобой, что просто тебя перерождает. То есть ты перерождаешься. И это должно быть, ну, то есть... Я вот общался с некоторыми театральными критиками, которые, пардон, но видели это больше, чем я, раз в 10. И говорили люди мне такие... Я говорю, ну что, у вас-то был катарсис? Да. Я говорю, ну, хотя бы там... Они говорят, ну да, пару раз. Бывало. Пару раз. Ну, а так как должно быть? Секундочку, люди видели тысячи спектаклей. Ну и что? Ну что ж, каждый раз должен... Бывает хороший спектакль, а бывает даже отличный спектакль, но в этот день неудачный. Согласен. Поэтому наша задача дать его. В общем, мы поговорили вот немного об этой истории, об этом опыте, который называется «Твоя игра». Римми не протокол. Если вы... Я как-то не пояснил. Это такая штука, когда вы в наушниках гуляете по городу, по заданному маршруту, конечно, и с вами разговаривают... Вот вы видите сейчас фотографии ребят, которые... Очевидно, это римми не протокол Москва. Да. Они спускаются в метро, потому что в Петербурге не было... Не было такого. А вот в Москве это выглядело примерно так. В Петербурге ездили на автобусе, в метро не спускались. Были в метро. А, были в Петербурге метро. Да, да, да. Это в Перми не было метро. А, в Перми не было метро. Ну вот так примерно. Хорошо. Федор, а как вообще это организовано? Вы привозите в Россию иностранные уже опыты, да? Иностранные спектакли. Готовые постановки. Это франшиза как-то или как? Ну, смотрите... Это же не гастролировал. Потому что если бы это гастролировал театр... Я понимаю эту схему. Да. Вы привезли артистов, трупы вот они там дают спектакли. Ну, смотрите. В целом, это есть такое понятие, как копродакшн. Да? Вот, предположим, со спектаклем последним, который мы сделали с компанией «Ремень и протокол» «Зловещая долина», где робот будет сидеть на сцене и говорить... Только что закончился его показ в Москве. Да, мы играли в новом пространстве «Театра нации», за что им спасибо, за что нас приняли. Это чистая копродукция. Что это означает? Что когда спектакль создавался, это было где-то год назад, меня пригласил Штефан Кеггер, режиссер компании «Ремень и протокол», поучаствовать как копродюсер. То есть я как продюсер поучаствовал деньгами в создании этого спектакля. Что мне это дало? Мне это дало возможность в первую очередь показать этот спектакль, уважаемые частности. То есть сначала премьера была в Мюнхене, где, собственно, мы все собрались в театре замечательном, в Мюнхене камер-шпиле, собственно, все продюсеры, прессы, в общем, все, весь люд. Мы познакомились и, собственно, посмотрели на этого робота. То есть мы год ждали, поняли, что это вот такая штука. Ты уже ничего не можешь с этим... Вот он такой. Он вот такой, да. И, собственно, спрашивали, ну, когда вам это надо? Ты говоришь, ну, я бы хотел в апреле. Тебе говорят, ну, замечательно, в апреле. И ты имеешь право, собственно, вот в этой очереди оказаться. Это называется ко-продакшн. То есть я здесь поучаствовал деньгами. То есть это мой первый опыт такой. То есть это девятый спектакль, который я сделаю. А до этого ты не так делал? А до этого я приезжаю на фестиваль в Авеньон во Франции либо в Эдинбург, в Шотландии, смотрю готовые постановки. Если мне это нравится, я им пишу письмецо. Ребята, сколько это стоит вообще? Вы можете приехать? Интересно ли вам Россия? Удивительным образом, что все очень положительно относились к... Хорошо, давайте конкретизируем. У нас не очень много времени. Но твоя игра, например, да, это бельгийская франшиза, бельгийская постановка. Бельгийская компания «Натрон Гет». Да. Они что, приезжают сюда и смотрят, как вы делаете? Мы на месяц их сюда зовем, они приезжают, режиссер, художник, артисты, их технический директор. Мы нанимаем здесь тоже команду и делаем кастинг. Они сначала по почте смотрят нам, говорят, да, нет. А потом приезжают, и, собственно, здесь мы месяц создаем этот спектакль. Строим сами декорацию. То есть они приезжают со своими мозгами и с чемоданчиком, не знаю, оденем. А все остальное делаете вы? Окей. Это как бы ко-продакшн. Почему же называется словом франшиза? Пошлое слово. Такое для... Для Макдональдса, да. Поэтому оно слово ругательное. Франшиза. Для фастфуда. Да. Для фастфуда. Сцена франшиза. Ну, в целом это она. А вот книга, которую я держу, называется «Как зарабатывать на впечатлениях», да, вы написали. С Алексеем Киселевым. И вы, собственно, об этом и рассказываете. Так и есть, собственно, как я нашел спектакль, как я его увидел, как я написал письмо, как нужно выбирать там хостег. Да, да, да. Собственно, вот три года мы ее делали, и Альпина Паблишер ее издала. Скажите, а это иммерсивный театр? Вы про что? Вот, ну, например, ремонт протокол. Да. Это все иммерсивный театр? Не все. А это да. Хорошо. А твоя игра – интерактивный театр. То есть все спектакли, которые мы делаем, они интерактивные. То есть задача, что ты должен что-то сделать, чтобы что-то произошло. Вот спектакль – это твоя игра, которая сейчас проходит в бизнес-центре «Энергия». Вот, собственно, в Петербурге. Но и сейчас еще. Ну, через неделю, да. Это вообще уникальный случай, потому что нас пригласила поиграть компания «Газпром» нефть для своих сотрудников. Мы пять дней играем для них, и у нас остается уикенд, когда мы играем для публики. Это суперкруто. Это дает нам невероятную вообще… Ну, вот, кстати, это интересно. То есть получается, что театр в случае того, что вы делаете, может быть таким корпоративным, да? Дело в том, что корпоративный театр дает нам возможность выживать. У нас нет никакой поддержки государства, и наши эксперименты с корпоративными клиентами дают нам возможность вообще двигаться, делать новые постановки, участвовать в хоп-продукции и так далее. Потому что у нас нет ни меценатов, у нас нет… Мы независимый театр. Когда вы покупаете билет, вы нас поддерживаете. Поэтому я перед каждым спектаклем выхожу и благодарю наших всех людей, кто приходит. Я говорю, благодаря вам этот спектакль, это наша деятельность и вообще наша команда живет. Поэтому спасибо, что это происходит. Это crazy house, это не должно так быть, но на сегодняшний момент это происходит. И благодаря тому, что сейчас происходит со всеми печальными событиями с Кириллом Семеновичем и так далее, стал бум независимого театра. То есть никто не хочет брать деньги государству. При этом вы знаете, что Петербург лидер по количеству независимых театров в стране. Непонятно, правда, на что все эти театры существуют, но… На интузиазм этих замечательных людей. Я им желаю только сил вообще и сил. А возвращаясь к тому, что вы привезете дальше, потому что нам надо… композиция должна быть кольцевой. Да. Что будет дальше? Ну, мы ведем сейчас переговоры. Во-первых, ремоут. Пятый сезон. 10 мая мы открываем в Москве. Всех приглашаю, кто будет в городе, пожалуйста. Это уже пятый сезон. Уже шестой спектакль сыграли мы. А в следующий спектакль мы ведем переговоры с тремя компаниями. Одна немецкая, вторая англичане и американцы. Когда мы поймем, кто из них сможет в сентябре, в октябре показать, мы об этом анонсируем. Пока не могу сказать название, потому что пока это не в контракте. Ну, понятно. А в Петербурге с твоей игрой это ваш первый опыт? Да. У нас был опыт с ложью. Мы шоу о деньгах в Александринку привозили на фестиваль. И сейчас вот такой корпоративный выезд. Потом играем на зрителя. Это первый раз. И вообще очень рад, что твоя игра оказалась здесь. Мы пытались ее сюда привозить. Хотели играть по тому же лекалу, что и в Москве, в торговом центре. Вели переговоры с магазином «Опон Руж». У вас есть такой вот. Да-да-да. Вот как раз там осталось. И что-то не сложилось. Не получилось нам это сделать. Ну и, в общем, да. Мы пытались какие-то продюсеры, но ничего не было. Ну а как вот вас критикуют представители, ну что ли, традиционного театра? Это не мешает вам? Конечно. Нет, никак не мешают. Просто критикуют и говорят, что это не театр. Мы говорим, что, ну, для вас не театр, для нас театр. Да, для нас театр. А к коммерсивному театру, к коммерсивным проектам в прямом смысле, как вы относитесь, не к вашим, да? Например, вот эти большие истории в Петербурге шоу «Безликие». Да. А то, что в Москве тоже было большое. Смотрите, я считаю так, что все эти люди, у меня вообще нет никаких конкурентов. Мы конкурируем с Ютьюбом, не знаю, с Медиатекой, с чем угодно. Это ребята, которые развивают рынок. Они приучают платить людей за опыт, за экспириенс, покупать билеты за 5, 6, 7, 10 тысяч рублей достаточно дорого. Наша миссия — это делать потрясающий европейский и современный театр доступным. У нас билеты стоят там по полторы, там, 2 тысячи рублей. Это важно. Потому что нам интересно, чтобы эти зрители, которые к нам приходят, кайфовали и узнавали, что существует в мире. Это наша миссия. Мы ее несем и... А в мире много таких театров? Да. Для нас вы события, да? Это понятно. В России там таких, ну, ремень и протокол. То, что вы делаете, и это и есть ремень и протокол, да? Есть иммерсивные театры, такие большие истории какие-то. Мне кажется, все. Особо больше ничего и нет такого. Есть там поп-ап-театр в Петербурге Семен Александровский делает, вы знаете, наверное, как. Это происходит. Ну, смотрите, Петербург — это такой город, не тот рынок, что в Москве. Понятно, что в Москве то, что ты продаешь за 3 тысячи, здесь он должен продавать в два раза дешевле. С точки зрения моей математики это практически невозможно, потому что, ну, у меня качественный продакшн. Экономика здесь понятна. Персонал, там, билет, поезд, все. То есть, как бы, это замыкается. А учитывая, что я не могу заниматься только творчеством, я тоже так же заниматься и экономикой, поэтому это... Я уверен, что будет развиваться здесь, на месте, и это будет иметь какой-то резонанс. Как? Ну, поскольку. Я желаю только удачи всем этим. И мы вам желаем удачи, чтобы все классно прошло, и вы приехали в Петербург в следующий раз, подумав, что можно, все-таки, может быть, повыше сделать цену на билеты и все-таки приехать. Да не хочется поднимать цену, хочется как-то, чтобы наоборот... Чтобы все заработало. Да, чтобы все заработало, да. Но я верю, что это произойдет. Конечно, произойдет. Спасибо большое, Федор. Спасибо вам. Мы на этом с вами прощаемся, друзья, и с вами прощаемся, Федор, и с вами, друзья, тоже прощаемся. Не забудьте подписаться на социальные сети телеканала 78. Ну вот, собственно, и все. Через неделю мы, кстати, не встретимся, потому что майские праздники, а вот после праздников мы снова в эфире. До свидания. Продолжение следует...